В преддверии дачного сезона, прилавки рынков и многих супермаркетов пестрят разнообразием пакетиков, семенами овощей и цветов. Однако в поисках посадочного материала специалисты советуют отдавать предпочтение именно специализированным магазинам и предлагают придерживаться несложного алгоритма действий. Первое, на что нужно обратить внимание, это сертификат соответствия на продукцию. Также важно узнать, прошел ли посадочный товар карантинный досмотр, то есть не были ли выявлены семена сорных растений. Такие случаи встречаются ежегодно. Пакетики с семенами тоже следует тщательно рассмотреть со всех сторон. На лицевой, например, производитель отражает название растений и сорт. На пакетике, то есть, должны быть написаны названия изготовителя, должно быть, и указан телефон изготовителя. Должен быть указан ГОСТ на соответствие качеств семян. Номер партии в обязательном порядке. И срок реализации, до какого числа должны быть семена реализованы. Срок реализации может варьироваться от года до двух лет, затем продукцию следует повторно проверить на всхожесть, делают это в Россельхознадзоре. И если семена в порядке, то производитель будет вправе удлинить срок реализации. Кстати, о всхожести. Нередко огородники сетуют на то, что семена оказались некачественными, а урожай не тех объемов, которых ожидали. Причиной бед порой оказывается неправильная работа с посадочным материалом. В первую очередь нужно обращать внимание на период созревания растений, обеспечить посевы светом и теплом. Раннеспелые, познеспелые, среднеспелые. В начале марта можно было высевать перцы, баклажаны познеспелых сортов гибрида. Томаты мы начинаем высевать где-то в середине марта. Раннеспелые перцы, баклажаны, не стоит торопиться, потому что световой день у нас еще не увеличивается. Если нет подсветки, она у вас просто вытянется, и раньше урожая вы не получите. За любимым овощем, томатом, пришла сегодня в магазин Валентина Демидова. Планирует купить новый сорт. Посмотрела, алые свечи, томат возьму. Посмотрела, какие они длинненькие, они не толстые. А куда пойдут? На засолку. В банку, да? Да. Лидия Лозовенкова сегодня по списку выбирают лук-порей. И вкусно, и полезно. Урожайность и ножка очень крупная, большая. Зимой он до весны хранится, и можно вот этот зеленый лук всю зиму есть. К осени огородники будут ждать большого урожая. Дачники уверены, собственный солидный овощной арсенал поможет существенно сэкономить семейный бюджет. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Продолжение следует... Вот.